Волготех изменит внешний вид. В ПГТУ выбрали лучший проект реконструкции фасадов главного здания ВУЗа, что на площади Ленина. Творческий конкурс среди архитекторов республики был объявлен еще в январе этого года. Идею о его проведении предложил руководитель региона Леонид Маркелов. Главный корпус тогда еще политеха на площади Ленина был построен в 60-е годы прошлого столетия. За основу взяли проект типичной советской фабрики. В 79-м году на фасаде здания появилось первое в Вишкороле электронное табло. В 2009-м уже новое информационное табло, по которому мы сверяем часы и сегодня. Часы, как указатель времени, менялись вместе с ВУЗом. В 2012-м МарГТУ стал не Марийским, а Поволжским. Не техническим, а уже технологическим университетом. Впрочем, само здание с более чем полувековой историей все это время оставалось практически неизменным. Наследием советской архитектуры. Лицом площади. Всегда аккуратным, но уже немного скучным. В творческом испытании на лучший проект реконструкции фасадов здания главного корпуса ПГТУ приняли участие 6 конкурсантов. Работы личные и командные. Один из проектов представил коллектив Института строительства и архитектуры Волготеха. Символично, что конкурс для архитекторов провели в год открытия нового направления подготовки в ВУЗе. Впервые в Мариел будут готовить специалистов с высшим архитектурным образованием. Это как минимум 25 вне бюджетных мест. Что касается конкурсных проектов, серебро досталось архитектору Елене Мельниковой. Ее идея – подчеркнуть фасад здания долговечными, как сам ВУЗ, материалами – керамогранитом и мрамором. В свое время Елена и сама училась в этом университете, потому к конкурсу отнеслась более чем серьезно. Я считаю, что конкурсы позволяют архитекторам думать более свободно, потому что мы из-за финансов, из-за идей заказчиков, их желаний, мы себя зажимаем очень сильно. А в конкурсе мы можем себя проявить и сказать именно то, что думаем. Сохраняется архитектура главного фасада, который выходит на площадь. Появляется пятый дополнительный этаж в стекле. Здесь рельеф Максима Горького. Если вы помните, наш университет был когда-то Марийский государственный технический университет имени Горького. Первое место присудили целой команде архитекторов. 50 тысяч рублей в качестве призового фонда ВУЗ учредил творческому коллективу «Марийский граждан проекта». По словам авторов проекта, университет должен стать достойным соседом расположенных неподалеку зданий Национальной художественной галереи, а также театр оперы и балета. Поэтому в основе – классическая архитектура. Мы попытались немножко площадь организовать центральным входом. Вот видно, что мы перенесли вход, сделали акцентом таким. Первый этаж мы предлагаем – это облицовка. Вышележащие этажи – это может быть современная штукатурка с декоративными элементами. В том числе и из полиуретана есть отличные элементы классические, которые как раз помогут нам создать такой образ. Впрочем, в ВУЗе говорят – это не окончательный вариант проекта реконструкции фасадов. На заметку решено взять интересное архитектурное решение и других участников творческого конкурса. Когда именно проект начнут воплощать в жизнь, говорить пока рано. Все будет зависеть от источников финансирования. Не исключено, что средства могут быть выделены из республиканского бюджета. В любом случае, внешние изменения одного из самых заметных городских зданий станут логическим продолжением меняющегося архитектурного облика Ишкаралы.